Льюис Кэрролл. Приключения Алисы в стране чудес. Глава вторая. Наплаканное море. — Ой, заначиналось! Опять заначиналось! — воскликнула Алиса. От неожиданности она даже забыла все правильные слова. — Я раздвигаюсь, будто и вправду превратилась в подзорную трубу! А где мои ноги? Она увидела, как стремительно удалялась от собственных ступней. Вот-вот они скроются из виду. — Прощайте! — крикнула она им. — Бедные мои ножки! — Я до вас теперь не достану! Кто же вас будет одевать и обувать? — Мне-то уж не удастся! — Ничего-ничего! Сами помучитесь! И тут Алиса прикусила язычок. — Ножки-то все-таки мои! Не стоит их сердить! А то не туда заведут! И она ласково прокричала. — Эй, ножки! Я вам на Новый год туфельки подарю! Алисе так понравилась эта идея, что она стала фантазировать. Приходит почтальон и приносит моим собственным ногам от меня посылку. Ну, чудеса! А на посылке адрес. Где-то в районе пола, в области коврика, два шага влево, сестрицы правой ноги лично, с низким поклоном от Алисы. Ерунда какая-то. И как раз в это мгновение ее голова врезалась в потолок. Ну и выросла. Чуть ли не три метра. Алиса схватила со стола золотой ключик и нагнулась к дверце, ведущей в сад. Несчастная. Все, что ей оставалось, это лечь на пол и глянуть сквозь ладошечную дверцу одним глазком. И Алиса горько заплакала. Сама себя постыдилась бы, попыталась она себя урезонить. Вон какая большая вымахала, а ревешь в три ручья. Но слезам хоть бы что, они лились и лились. Вот уже наплакалась целая лужа, а ей все плакалось и плакалось. И лужа растеклась и растекалась по залу. Неожиданно издали прилетел дробный топоток. Кто это? Алиса, чтобы лучше видеть, протерла заплаканные глаза. Оказалось, это снова белый кролик. Он расфрантился. В одной лапке он держал лайковые перчатки, а в другой громадный веер. Кролик, вероятно, ужасно опаздывал, потому что на ходу приговаривал. Ах, если я не приду вовремя, то уж герцогиня наверняка придет в ярость. Придется поторопиться. Алиса находилась в таком отчаянном положении, что готова была звать на помощь кого угодно. Даже кролика. И когда тот был уже недалеко, она громко окликнула его. Эй! Кролик подпрыгнул, шарахнулся в сторону и умчался в темноту, роняя перчатки и веер. Алиса подобрала все это и тут же стала обмахиваться веером. Щеки у нее пылали. Ну и денек выдался. Сдохнула она. Вчера был день как день, а сегодня происходит такое, я прямо сама не своя. А может быть это вовсе не я? За ночь меня поменяли? На кого хотела бы я знать? И Алиса стала прикидывать, кто из подружек мог бы оказаться на ее месте. Надеюсь, я не Ада. Она вся в кудряшках, а у меня волосы гладкие. И уж тем более не хотелось бы быть Мейбл. Я столько знаю всего обо всем, а она ничего и ни о чем. Да и о чем тут говорить? Она это она, а я это все-таки я. Ой, сама себя собой запутала. Смогу ли я выпутаться или из этой путаницы? Проверим. Должна же я знать хотя бы то, что я знать должна. Четырежды пять, двенадцать. Четырежды шесть, тринадцать. Четырежды семь. Так я не знаю, до чего я дойду. Но уж до двадцати дело не дойдет. Таблица умножения что-то не умножается. А как у меня с географией? Лондон, столица Парижа. А Париж чья столица? Рима? А Рим? Опять не туда заехала. Неужто я и впрямь превратилась в Мейбл? Проверю еще раз. Прочту какой-нибудь стишок. В лесу родилась телочка. Вовсю она росла. Сама все лето знойное, она себя пасла. Денек осенний серенький за летом прискакал. И телочку под елочку он дождиком загнал. Слова на что-то похожи и стишок на что-то похож. Неужто я действительно Мейбл? Прошептала Алиса и слезы снова покатились из ее глаз. А если так, то и жить придется теперь не у себя дома, а в их скучном скверном домишке. И моих игрушек у меня больше не будет, а будут только уроки, уроки, уроки. Нет уж. Если я теперь эта дурочка Мейбл, то ни к чему возвращаться домой. Лучше навеки остаться здесь. Пусть хоть умоляют вернуться, прежде чем я выясню, кто я теперь с места не сдвинуть. Вот если я таким я хочу быть, тогда пожалуйста. А если я не та, которая та, то... Ой, милые, не хочу я здесь больше. Возьмите меня отсюда. Я тут совсем одна. И Алиса залилась слезами. Она поднесла руку к глазам и вдруг заметила, что незаметно для себя натянула на руку крохотную перчатку кролика. Как это я ухитрилась, удивилась Алиса. Неужели я снова Меньшею? Она вскочила, побежала к столику, чтобы примерить к нему свой рост. Ого, она уже была величиной со столика, становилась все меньше и меньше. Да так быстро! Тут она сообразила, что виной всему веер, и отшвырнула его. И вовремя. Еще чуть-чуть, и от меня бы ни чуточки не осталось. Обрадованно воскликнула Алиса. Все-таки она здорово испугалась. А теперь в сад. Скорее в сад. И она бросилась к дверце, но дверца была по-прежнему закрыта. А золотой ключик лежал себе, полеживала на стеклянном столике. Этого еще не хватало, воскликнула теперь уже огорченная Алиса. И какой крошкой я стала. Еще немного и... И Алиса не успела договорить, она поскользнулась и плюхнулась в воду. Соленой-присоленой оказалась эта вода. Море, догадалась Алиса. И опять обрадовалась. От моря проще простого добраться до дома на поезде. Она как-то ездила к морю и запомнила цветные кораблики для переодевания, малышей, купающихся в песке, домики, самое главное, вокзал и железную дорогу. Но Алиса быстро сообразила, что это никакое не море. Она упала в собственные слезы. В море слез, которые она наплакала совсем недавно, когда была ростом до потолка. Доплакалась, подумала Алиса. Не хватало мне еще захлебнуться собственными слезами. И тут уж она по-настоящему испугалась. Нет, нет, такого еще не бывало. А все, что происходит, разве бывало когда-нибудь? Алиса попыталась доплыть до берега и тут услышала плеск и бульканье. Кто-то тоже свалился в воду. Да так громко, что она в испуге представила себе бегемота или моржа. Но сообразила, что такую маленькую, как она теперь стала, никакой бегемот не заметит. И смело поплыла на плеск. Она увидела барахтающуюся в воде мышь. Позвать ее на помощь, подумала Алиса. Если я плаваю в собственных слезах, то почему бы мышке не понимать по-человечески? Но только как ее позвать повежливее? Алиса судорожно стала вспоминать что-нибудь и, наконец, вспомнила то, что нужно. Подходящую страницу из учебника. Там как раз было написано, как разговаривать с мышами. Алиса быстро перебрала в голове вопросы. Кто? Кого? Кому? Мышка? Мышки? Мышки? О, мышь! Вспомнила она подходящее обращение. Так она и крикнула. О, мышь! Не подскажете ли вы, как мне выплыть на берег? Мне не повкусываете соленые слезы? О, мышь! Мышь только мельком взглянула на нее и вроде бы даже подмигнула, но промолчала. Может, она все-таки по-человечески не понимает? Встревожилась Алиса. А может быть, она просто иностранная мышь? И она стала припоминать что-нибудь иностранное о мышах. И вспомнила первую фразу из учебника французского языка. Уэ-машат? По правде говоря, это означало «Где моя кошка?». Но уж очень похоже было на что-то про мышат. И потому Алиса смело сказала вслух. Уэ-машат? Мышь в страхе метнулась в сторону. Ах, проститесь, похватилась Алиса, догадавшись, что мыши не по душе разговор о кошках. Я забыла, что вам не понравятся кошки. Не нравятся, пропищала мышь. А тебе мы на моем месте не нравились? Боюсь, что нет, растерялась Алиса. И я боюсь, перебила мышь. Но зачем же вы сердитесь? Примирительно сказала Алиса. Знали бы вы мою кошечку Дину. Уж она-то вам непременно понравилась бы. Она такая ласковая. Так славно мурлычет. И так забавно умывается лапкой. А уж мышей ловит. Ой, что я? Не сердитесь, воскликнула Алиса, заметив, как мышь оскалила зубки. Давайте больше ни слова о кошках. Давайте, возмутилась мышь. Да я и слова-то этого не произносила. В нашем семействе за такие слова знаете, что бывает? Гадкие, противные, мерзкие, отвратительные существа. Вот каких слов они достойны. Хорошо, хорошо, успокойтесь, поспешно согласилась Алиса, желая применить тему разговора. Давайте поговорим о собачках. Мышь промолчала. И Алиса решила, что эта тема как раз самая подходящая. У наших соседей есть такой очаровательный песик, восторжен на территории Ло Алисы. Вы бы только на него посмотрели. Маленький, такой глазки блестят, шерстка вьется. А сам терьерчик коричневый. Ученый палку приносит. И косточку ест. И служит. Еще много всяких штуга знает. Я уж теперь и не помню. Его хозяин души в нем ничает. И ни за что, ни за какие деньги с ним не расстанется. Еще бы терьерчик даже крыс умеет ловить. Ой, я опять что-то не то сказала. А мышь, уже рассекая мордочкой воду, быстро-быстро уплывала от нее. Мышечка, вернись! Закричала Алиса. Милая, больше я ни слова око. О, мяф-мяф и гав-гав. Мышь повернула и опасливо поплыла назад. Носик ее побелел то ли от страха, то ли от возмущения. Плыви за мной! Дрожащим глазком пропищала мышь. На берегу я расскажу тебе мою историю, и ты поймешь, почему мне не нравятся ни те, ни другие. Действительно, плавать больше не было никакой возможности. В воду попадало столько разных птиц, что и рукой не взмахнешь. Здесь барахтались странные существа. Утка-гусь, древний дронт, орланчик, лари-попугай. Все они цепочкой потянулись за Алисой к берегу. Редактор субтитров А.Семкин